Константин Александрович, первый вопрос. Вы очень много качественных матчей в своей жизни посмотрели, отработали. Как вам сегодняшний уровень футбола у ребят? Вы имеете у основной команды или то, что мы сегодня проводим? То, что мы сегодня проводим. Понятно. Лучше, чем у основной команды. Не, на самом деле, конечно, я шучусь. Зенит там помастеровить и куда тут деться. Но, по большому счету, я очень люблю такие турниры, потому что я вижу, какая у нас есть молодежь, какие ребята. И я думаю, что многие из них достойны, если уж не в основном Зените играть, то молодежный Зенит, Зенит 2 или какие-нибудь другие команды первой или второй лиги. И это здорово, что вы, я имею в виду, это организация студенческая, придумали такой турнир. И футбольный клуб Зенит, который это также и придумал, и организовывает, проводит такие мероприятия. Ну, потому что, если не будет студенческого футбола, то, я думаю, и не говоря уже о детском футболе, то и большого футбола тоже не будет. А здесь посмотрите, какие страсти, какой футбол, какие игры, какие пенальти, какие сейвы вратарей, какие голы красавцы, какие, даже если не красивые голы, как ребята радуются. И какое удовольствие, я думаю, для всех нас, включая меня и болельщиков. К сожалению, мало их, но тем не менее, я считаю, что это замечательный праздник. Может быть, опытным взглядом кого-то выделили для себя из игроков, которых сегодня увидели? Слушайте, вот мне дали составы только на финальные, к сожалению, матчи. Выделил, но не могу сейчас назвать, не то что команду, но не говоря уже о фамилии, выделил. Например, понравился парень, который вот через себя там в падении пытался, очень красиво играл, замечательно игрок. А то, что касаемо вот этих матчей, матчей за третье место, матчах полуфинальных, то, конечно, игра вратарей. Особенно в матче 1-4 финала, это голкипер команды Биит, просто, я считаю, замечательный вратарь. Если бы кто-нибудь был из тренерского состава команды «Зенит», я думаю, вполне возможно, и обратили на него внимание. Не только по серии пенальти, а вообще, как он вел игры свои. А вообще, в чем главная разница в работе Диктора на больших матчах 11-11 и вот в таких турнирах? Ну, это абсолютно разные вещи. На самом деле, я не комментатор. Ну, скажем, немножко создать, простите, антураж, чтобы как бы и музыка звучала, и мой голос. И я же не комментирую все время. Какие-то только беру опасные моменты, и здесь это совсем другое. На, скажем так, ответственности меньше. Я все равно ответственно отношусь. Я также и волнуюсь, и дергаюсь. Но на главной арене, там, конечно, там и поответственней. И в какие-то моменты, может быть, когда наши команды забивают гол, я радуюсь вместе с болельщиками. Я, на самом деле, такой же болельщик, как мы все здесь, в Санкт-Петербурге. Просто более случайно, вот мне дан микрофон, и я могу покричать гол-гол-гол. Надеюсь, сейчас в финале, когда... Надеюсь, если будут голы, я покричу гол-гол-гол. Как вы думаете, для ребят, которые будут играть в финале, которые выросли в Санкт-Петербурге, ходили на матчи, слышали этот гол-гол-гол в исполнении, там, в отношении погребника и Киржакова, им будет приятно? Ну, конечно, конечно, я уверен. Мало того, я провожу очень много и детских турниров, и корпоративных турниров, всяких мощных компаний, типа, там, завод Форд, там, и так далее, и так далее, и так далее. И детвора очень радуются. И руководство меня просит, вы уж будьте любезны, как на Петровском, или как сейчас на Крестовском, покричите гол, потому что ребенку это приятно. А потом для них вообще приятно. Говорит, вы знаете, вашу фамилию объявлял диктор, который объявляет фамилию, там, того же Киржакова, того же, сейчас, не знаю, Дрюси. Например, 1 мая было ровно 10 лет с того момента, как на Петровском мы обыграли Мюнхенскую Баварию. И вчера, ведя матч «Зенит-2», мы все это вспоминали, как мы радовались, как я кричал «Гол, гол, гол». И вообще, извините, я перепрыгнул на Мюнхенскую Баварию, для нее 1 мая невезучий. Тут 1 мая они проиграли сейчас Реалу, и 10 лет тому назад, 1 мая, они проиграли Питерскому «Зенитову». Вот. Я, наверное, сбился с тем, он что-то меня куда-то повело про Мюнхенскую Баварию. В общем, я вас поздравляю, правда, замечательный турнир, и приглашайте, с удовольствием буду озвучивать, как могу. Правда, радость. Жалко, болельщиков нет. Если бы было побольше рекламы, я думаю, что вы собрались. У нас, например, 7 мая на стадионе «Динамо» состоится Кубок комитета по культуре, по футболу. 16 театров будут принимать участие. Вот. Я там также, как и в организации, в ведении, вот там будут болельщики. Также приглашаем вас, вашу студенческую лигу, поддержать и посмотреть. 200 артистов на поле. А здесь было 200, если не ошибаюсь, может и больше студентов, ведущих вузов Санкт-Петербурга. Притом, умеющих здорово, на мой взгляд, играть в мини-футбол. Думаю, что и в большой футбол тоже.